Компания Kia огласила цены и раскрыла технические подробности о новом электрокроссовере EV5. Новинку предложат в моно- и полноприводном исполнениях с двумя вариантами батарей. Запас хода будет от 530 до 750 километров. Электрический кроссовер будет глобальным. Его выпуск наладят в двух странах – Китай и Южная Корея. Кроме того, компания обещала в будущем, что появится самая мощная и быстрая заряженная версия с обозначением GT. Дизайн выдержан в духе старшего брата – флагманского Kia EV9. У авто выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и оригинальные тоненькие фары. EV5 использует совершенно новые 18- или 19-дюймовые колеса с низким сопротивлением ветра. Компания позиционирует кроссовер как электрическую альтернативу Kia Sportage, ведь две модели сопоставимы по габаритам. Длина – 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2750 мм. В салоне перед водителем такая же панель из двух экранов, каждой диагональю 12,3 дюйма, как у последних моделей Kia. Ниже разместили часто используемые физические клавиши. Между передними креслами имеется парящая секция с беспроводной зарядкой и подстаканниками. В отделке интерьера использована эко-кожа и ткань, в которой есть переработанный материал пластиковых бутылок. В интерьере предлагаются на выбор 4 основных цвета и 5 вариантов рисунков сидений. Также предусмотрено декоративное освещение в 64 цветовых вариантах. В оснащение Kia EV5 войдут проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, до 7 подушек безопасности, кресло с массажем, вентиляцией и подставками для ног, множество электронных ассистентов. Ряд систем помощи водителю уровня 2+, и даже холодильник объемом 4 литра. Багажник объемом 513 литров, задний диван раскладывается в ровный пол и багажное отделение увеличивается до 1718 литров. Так как это электрокар, спереди есть также небольшой отсек для поклажа на 67 литров. Базовая модификация для Китая, переднеприводная, с мотором на 218 сил и 64-киловаттной батареей, которая сможет проехать без подзарядки до 530 километров по китайскому циклу CLTC. Средняя версия получит тот же мотор, но емкость аккумулятора вырастет до 88 киловатт-часа, запас хода увеличится до 720 километров. Топ-версия в дополнение к двигателю на передней оси получит 95-сильный мотор на задних колесах, совокупная отдача 313 лошадиных сил. Но проехать на одной зарядке такой кроссовер сможет только 650 километров. В Корее те же электромоторы, что и в Китае, но система полноприводного EV5 настроена на отдачу 306 лошадиных сил. Кроме того, аккумуляторы применят более компактные на 58 и 81 киловатт-часа. А вот что одинаково для всех рынков – это скорость зарядки. Зарядить машину на быстрых станциях зарядки можно будет от 30 до 80% за 27 минут. В Китае заказы на Kia EV5 уже принимаются. Цена на новый электрокроссовер начинается от 149 800 юаней или 21 000 долларов за начальную комплектацию. 159 800 юаней или 22 400 долларов за среднюю дальнобойную и 174 800 или 24 500 долларов за версию с полным приводом. Также стоит отметить, Kia дает гарантию на автомобиль 5 лет или 100 000 километров, но на силовую установку, тяговую батарею и управляющую электронику гарантия больше – 8 лет или 150 000 километров. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи!